Всем привет дорогие друзья! С вами снова Тони. Мы продолжаем с вами играть в NFS ProStreet. В прошлое видео у нас, к сожалению, по ProStreet было неуспешным в плане записи. Не удалось его полноценно и качественно нормально записать, при этом не удалось его смонтировать. Поэтому прошлое видео по ProStreet у нас просто-напросто на канале не вышло. Мы проехали Battle Machine из тех заданий, которые у нас были. У нас появилось еще вот такое вот задание. Здесь дают машину, но мы его пропустим. И, собственно говоря, сегодня мы попрем на финал Super Promotion, где достаточно обширненько, я так понимаю, покатаемся на тех машинах, которые у нас есть. Машины, кстати, у нас преобразились. В прошлом видео я об этом говорил, но так как видео у нас не вышло, повторю еще раз. Mazda RX-8 теперь выглядит следующим образом. На ней поменялись каточки. И дрэговый Subaru у нас тоже поменялся. Он теперь стал такой пятнистый, весь красивый. И на Volco HR-E30. Собственно говоря, все машины построены сугубо по моим автомобильным вкусам. Мне они очень нравятся. И сами машины нравятся. И в целом все очень круто. Поэтому... Дело по собственному вкусу. Что у нас, движуха какая-нибудь будет, нет? Или просто сейчас покажут и все. Встанья, только ты и соперники впереди, как цвет Конца Тунеля. Пробус Кыдааре, актив. Ваш подчетный ход сегодня никакой любой, как Орел в Ахадаве, наш король. Орел набирает к себе только лучших излучников. Поэтому Апизглад команда набирать. И вы сами скоро наху победите. Эй, чекай, аплодисменты! Апизглад! Все-таки, несмотря на то, что игра старенькая, да, то есть она вышла около 10 лет назад, она до сих пор остается очень смотрибельной, очень красивой, в плане графики игра-то очень хороша, согласитесь. Поэтому лично мне она очень и очень и очень нравится. Мы в первую очередь поедем в дрэгрейсинг, быстренько его пройдем, дабы на нем особо не заостряться, и потом продолжим дальше. Поедем мы с вами против 237 сильной 240SX, которая нам вообще фактически не конкурент в данной ситуации. Кстати, обе машины у нас стали заметно мощнее. Но Субари у нас пока без закиси. Я не вижу смысла на него ставить закись, потому что Субарик с нами останется ненадолго в плане дрэга, мы его продадим очень скоро и возьмем заднеприводную тачку, потому что впереди у нас, кто помнит, у нас впереди Вилли. Собственно говоря, на Субаре Вилли делать это не получится. Снова едем против 237 сильного Исцепта. Я, кстати, научился греться более-менее неплохо. Субарик. Улучшились даже. На 11-11 секунд. Там заезд, кстати, веселый был. Видели, один разложился, второй двигатель взорвал. А, у одного фолькстарт, а второй двигатель взорвал. Вот, вот это уже интересно. 455 сил против 405. Вот это уже интересно. Это не король дрэгрейсинга или со мной едет? Тачка очень похожа. Кстати, я сейчас после записи видео поеду договариваться по кокпиту. Нашел человека, с которым будем варить. Которому это интересно, самое главное. То есть это прям очень хорошо. Обязательно расскажу про свой кокпит у себя на канале. Обязательно будет видео процесса сварки, того как он делался. Вообще все-все-все-все-все будет. Обязательно все покажу. Ждите. Собственно дрэгрейсинг на 1-2 мили мы выиграли. Быстренько проедем сейчас на четверть мили. И потом будем катать кольцо. В любом случае в финале всего этого добра приходится проходить все заезды как ни крути. Немножко приубавлю громкость. Кокпит будет, кстати, очень красивый. Очень необычный. Рано переключил. 12-41 и гольф от меня не особо сильно-то отъехал. Все-таки в дрэгрейсинге в форс-3 закиси зота очень сильно решает вопрос. Против S3 смит подавает 302 силы. Что-то плохо прогрелся. При условии того, что прощелкал переключение с первой на вторую. Не воткнулась вторая. Очень даже неплохо проехали. На самом-то деле. Может в отсечку надо уходить здесь? О, против RSX поедем. Что, у соперника фальстарт был, что ли? Что-то его вообще не слышно. Ну, очень плохой проехал. Медленнее, чем в прошлый раз. Нет, 18 секунд просто очень медленный. Какая-то тегра очень медленная была. Не захотела со мной ехать. Полный рост. Ну, да ладно. Черт бы с ней. Ну, а теперь поехали. Самое интересное. Заезд на время, участки и грипп. Грипп у нас сложненький, поэтому поехали погриппуем. Так не поболеем, а покатаем кольцо. Погриппуем в прост-3. На самом деле звучит забавно. Не знаю, почему, кстати, нельзя было просто взять и в игре назвать кольцевой заезд. Кольцо. Не знаю. Ну, как угодно. Ну, почему грипп-то? Грипп-то это же прогрев, зацеп, контакт. Как-то странненько все. Реально странненько. 384 силы в нашей RX-8. А против нас машины это заметно сильнее. Цивик 6-ти стильный есть. Ух! Пушка-гонка-тачка. Рыкс-8 тоже, кстати, претерпела изменения в плане настроек, тюнинга. Она стала несколько красивее. Визуализация у нее поменялась несколько. Она стала мощнее. Ох ты, цивик, что творит. В Мазде появилась подвеска, появились нормальные шины. Немножко доработанная трансмиссия, по-моему, еще первого уровня. И все, по-моему. Остальное все стоковое. Ну, турбина, естественно, стоит, но турбину мы ставили изначально, когда только ее купили. Я говорю о тех доработках, которые были в прошлом видео, но... Ммм... Прошлое видео не вышло и не выйдет, к сожалению, на канале, потому что... Исходники я уже удалил. Ну, причину я озвучивал вначале. Вы все ее прекрасно знаете теперь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я думал, гонка будет сложной, она оказалась очень легкой, несмотря на то, что мы костнули тачку. Разрыв! Просто же космический. Субтитры сделал DimaTorzok А ее еще можно настроить, и она будет вообще безумная. Она настолько круто рулится, когда она настроена и когда она в тюнинг. Когда вы ставите на эту машину полностью весь третий комплект тюнинга, она становится неуправляемой. Не нужно тюнинговать до талого. Субтитры сделал DimaTorzok Я вот на Рыксе еду, вообще не напрягает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok досталось нашей мазочки прощай капот еще и рекорд участков выгрелся подставить и финиш на разбитой тачке на финиш собственный косяк и невнимательность к чему привела взял и разбил машину теперь ремонтировать благо это игра и у нас есть жетоны так что это не проблема ну и все я насколько понимаю нет ну ладно я подчинил машину за деньги я дурак по моему да я ледничку рио кстати как всегда нас ребят если вы сейчас слушали я специально сделал паузу ведущий с рио обсуждают меня сейчас но и как бы рио говорит что там мне до лидерского пилота там 3-4 года и вообще короче я дно и все короче в этом духе забавный чувак он вот реально в игре настолько спозиционирован отрицательно по отношению ко всем участникам он партия на всех обсирает и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...